835 уголовных преступлений зафиксировали в этом году на территории обслуживания Люберецкой полиции. Это на 18% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об итогах работы в первом квартале 2017-го отчитали сотрудники Люберецкой полиции. Практически весь год будет очень сложно. Еще раз, те показатели, которые мы с вами достигли и достигаем, то есть это заслуга всех здесь сидящих руководителей, старших участковых, старших оперов и личного состава, те, которые несут службу. Однако, несмотря на все достижения, сегодня полицейские работают в усиленном режиме. Обеспечение антитеррористической безопасности по-прежнему остается в центре внимания Люберецких правоохранителей. Сейчас это особенно важно, ведь впереди многочисленные праздники и чемпионат мира по футболу. На обслуживании территории проводятся комплексные мероприятия по противодействию и пресечению фактов терроризма и экстремизма. Благодаря слаженным усилиям в отчетном периоде на обслуживаемой территории, преступление террористической направленности не допущено. Вместе с тем, в современных реалиях не исключается активизация деятельности террористических организаций в торговых центрах и на объектах транспортной инфраструктуры. Именно поэтому вопросам безопасности в местах массового скопления людей уже уделяется повышенное внимание. Так, в ходе проверок торговых предприятий были выявлены некоторые нарушения. Их собственники должны устранить в кратчайшие сроки. Что касается работы на прошедших масштабных мероприятиях, то с этими задачами люберецкие сотрудники МВД справились. Ответственно решали задачи в ходе подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации. Безопасность на избирательных участках обеспечивали почти 700 сотрудников. В результате принятых мер нарушение общественного порядка не допущено. Всего же на территории обслуживания люберецкой полиции за первый квартал года зафиксировано 835 уголовных преступлений. Это на 18% меньше, чем в аналогичном периоде 2017-го. Так, по словам защитников правопорядка, вдвое сократилось количество причинений тяжкого вреда здоровью. Меньше почти на четверть совершено тяжких и особо тяжких преступлений. Вместе с тем увеличились показатели краж из дач и садовых домиков. На это стоит обратить внимание жителям СНТ. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.